Андрей, привет. Привет. Слушай, я знаю, что тебя позвал. Мне маркетплейсы вынесли мне мозг. Увидели, что мы из Ревина стреляем и говорят, ну снимите хоть какой-нибудь там короткий видос, чтобы люди нас... У нас нет ответов на их вопросы, они нам говорят. Поэтому я позвал тебя задать тебе несколько вопросов по поводу лука Ревин. Скажи мне, для кого этот лук? Для тех, кто хочет начать стрелять или уже стреляет. В принципе, он подходит как новичку, так и опытному. Хорошо, что ты мне скажешь про ручку? Ручка у него довольно-таки очень приятная, мягкая и мне понравилось. Тактильные такие ощущения. Ну приятные. Ты ее берешь и рука расплывается. Вот я тоже, когда первый раз взял в руки, мне показалось, что она даже слишком анатомическая. Да, она анатомически очень классно сделана. Потому что ты взял, все, рука на нее легла. Да, а по поводу плечей что ты мне скажешь? Скажем так, примерно один, ну подобные луки в руках держал. Вот, честно скажу, был удивлен, приятно, что тянется он мягче. Так, на этом луке у нас присутствует 60 цифра. Это его длина 60 дюймов. И написано через, скажем так, квадратик, да, 40. 40 это его силы натяжения. Здесь его аналоги даже похожи, просто в цветовой гамме где-то там другие, да. Ну в любом случае у нас как у автомобилей, да, есть там разные марки. Вроде как практически одинаковые, но разные бренды. Но мне понравилось, что первое мое ощущение было, о, он приятно тянется. Он на 40 фунтов же у нас. И, скажем так, мне очень понравилась мягкость его, как они тянутся, как работают. У меня было первое сомнение, да, он точно 40. То есть, ну слегка так это казалось, что в районе где-то 36-40. Но мы с тобой замеряли его. Да, мы замеряли. Он ровно 40. Он ровно 40. Ну вот я просто говорю про свои ощущения, 36-40 это, ну просто по моим ощущениям, у меня же луки есть такие, такого фунтажа. То есть, я был приятно удивлен. А вот по поводу начинающих, 40 фунтов для начинающего не много? Нет, для начинающего 40 много, но я думаю, что в этой модели разные фунтажи. Я думаю, он идет от 30, как к его собратья. Меньше я не видел фунтажей, да, но 30 и потом пошло выше. Для начинающего 40, конечно, многовато. Но, опять же, мы подчеркнем. Я же исхожу из моментов своего клуба, да, ко мне приходит стрелок, я ему, естественно, даю лук легче. Там, чтобы он просто технику освоил. 22, понятно, что этот человек может стрелять спокойно с такого лука, надо освоить технику. И постреляв одно занятие, на второе занятие он может смело взять уже 30 и... Ну, все индивидуально, конечно, но я беру сейчас основную такую массу, да. Все, 30 стрелять. А в дальнейшем уже постреляв, он понимает, что хочется еще. Вот, я считаю, что, в принципе, нормальный средний фунтаж это 30-40. Конечно, кто-то может стрелять 50-60, это уже пошли частности, да. Ну, а 30-40 это вот как раз-то вилка. А вот скажи мне, вот люди с маркетплейсов спрашивают, возможно ли с этого лука, ну, практически снайперски стрелять, допустим, смог бы ты с 20 метров попасть в шарик размером там 4 сантиметра, как ты думаешь? Да, думаю, что смог, просто надо пострелять, пристреляться, в общем-то, почувствовать. Почему нет-то? Конечно, он на это способен. У него полочка, все, тянется приятно, дальше уже навыки стрелка еще добавляются. А по весу что ты скажешь? Вес, нормально стандартный вес, он не тяжелый, ну, и нелегкий в руке, ощущается приятно. То есть, чувствуешь, что держишь лук. У нас сейчас, допустим, смотрит человек, который вообще никогда в руки лук не брал. И вот он смотрит, что какие-то два дядьки стреляют из луков, получают удовольствие, счастливые. А почему бы мне, он подумает, не присоединиться к таким прекрасным людям и не стать тоже лучником? Вот скажи, именно конкретно, Ревин, может быть тем луком, с которого он начнет свой путь? Я думаю, что да, может. Единственное, только, конечно, рекомендовать ему, либо купить лук с двумя типами плеч по силе натяжения, допустим, 30-40, да? Вот, ну, потому что все равно идеально, если он хочет учиться именно с этого лука, ну, конечно, все-таки 30 фунтов будет комфортнее и удобнее. Вот, потом он может, я так понимаю, что эти плечи в любом случае это комплектующие, они продаются отдельно. Всегда можно увеличить фунтаж. Как правило, у этого человека могут быть дети, которые тоже подрастают, и плечи, которые он купил сначала на 30, всегда перейдут там. Либо жена у него может стрелять, кто-то там, не знаю, из родственников, ну, не важно. То есть, в принципе, опять же, он может где-то стрелять, поставить 30 фунтов, да? А где-то поставить 40. То есть, это лук-конструктор. Любой разборный лук, это конструктор. И присоединиться, стрелять. Хотелось бы, кстати, отметить его, да, вот насчет плечей. Они все-таки, мне понравилось, что он мягкий. На нем нет сейчас никаких виброгасителей, глушилок, и он стреляет негромко. То есть, в принципе, если ему еще добавить глушилки, все эти, да, виброгасители, он станет даже потише. Вот, выстрел с него довольно-таки приятный. Он у меня оставил очень приятное впечатление. Каким весом ты бы рекомендовал покупать стрелы и стрелять? Каким весом стрелы должны быть на таком луке? От, скажем вот, от минимума и до максимума. Ну, я думаю, что здесь надо будет, естественно, конечно, потом тестировать, пристреливать. Но основное, если брать теорию, да, мы сходим 10 грамм на фунт. 9 грамм на фунт, да? 8 грамм на фунт. Совсем это уже самый предел, потому что иначе для лука это уже будет нехорошо. Вот. В целом, если он 40 фунтов, то 10 грамм на фунт это стрела 400 грамм, да? Вот. Берем 9 грамм на фунт. Ну, в данном случае, стрелы, которые я, допустим, у меня подобные луки есть, там, 36-40 фунтов. То есть, я стреляю стрелами, ну, вот, весом 320, 350, 360 грамм, там, какие-то, да? Ну, там, начинаешь где-то, там, наконечниками их увеличивать, там, вес, там, в зависимости. Но, в принципе, они отлично летят, стреляют. Другой вопрос, что спайн надо тоже, там, посмотреть, да? Вот. Но у меня, в основном, я использую 500 и 600, вот на этих луках. Вот мы подбираемся к одному из важных вопросов. Человек выбрал этот лук, и перед ним встает вопрос, что еще купить к этому луку. И, естественно, первое, что приходит в голову, это стрелы. Ну, я, в принципе, могу назвать те стрелы, которыми мы стреляем в клубе. Вот. Основное у нас, которым мы стреляем, это стрелы гризли. У нас центршот гризли 500, спайн 600 и 700 у нас есть там, да? Вот. Также у нас присутствуют стрелы, это анархия. Так, кто их, по-моему, мы тоже, по-моему, в центршоте их покупали. И, ну, также у нас есть же всевозможные доставки, там, Валбарис, там, Озон, да? Причем анархия, это как раз самый бюджетный сегмент стрел, который доступен для наших лучников. У нас летом было 3D, и когда все там максимально закупались, были акции. И там доходило, что со 70 рублей за стрелу. С натуральным оперением, все. То есть люди стреляли и, в общем-то, выигрывали, да? Ну, сразу скажу, что в любом случае эти стрелы, конечно, они по своим характеристикам хуже, например, летят, чем гризли. Это 100%. В данном случае, вот если вот он купил сейчас такой лук, не задумываясь, можно смело взять, ну, это мое, как говорится, субъективное мнение, стрелу 500 или 600 и спаянно, она будет с него лететь нормально, гризли. Тут не ошибешься. Так, с луком понятно, со стрелами понятно. Что еще дополнительно нужно купить к этому луку? В первую очередь, это перчатка. Защита для пальцев. Ну, в данном случае, вот моя перчатка. Я ее покупал. Кстати, в Центрушоте я ее покупал. Но перчаток всевозможных много, просто вот это вот полностью из кожи, да, перчатка. Размеры у них там бывают М-ки, Л-ки, Х-эльки, но это уже у кого какая рука, да? Ну, ты расскажи, М-ка это средний размер? Я бы сказал, наверное, Л-ка средний размер все-таки, потому что у нас преимущественно, допустим, ну, я могу стрелять с Л-ки, да? Ну, в данном случае, я считаю, что она должна быть очень плотно натянута, поэтому, ну, вот я себе выбрал М-ку, чтобы она прямо вот очень плотно облегала пальцы, чтобы, ну, чувствовать лучше. Потому что с Л-ки уже немножко мне чуть-чуть где-то свободно будет. Вот. Хотя и с Л-ки можно смело тоже мне стрелять. И к Цель это уже вообще для кого там больше рука. Ну, в основном у нас в клубе, допустим, М-ки, там используют, ну, как мужчины, так и женщины. Ну, и сейчас у детей тоже там руки бывают, да? Вот. Ну, и к тому же не надо забывать о том, что кожа со временем... Растягивается. Да, растягивается. Я думаю, что я сейчас почему перешел на этой перчатке на размер М, только потому что она уже растянулась и какие-то формы мои приняла. Изначально я всегда одевал, ну, поначалу, когда свежую одеваешь перчатку, я брал L. А сейчас уже смотрю, М-ка тоже подрастянулась, и мне в ней комфорт. Но перчатка нужна обязательно, потому что пальцы будет натирать. Я могу с этого лука пострелять без проблем пальцами. Но вопрос же идет о комфорте, а не о том, чего я могу. Вот. Я могу взять 6 стрел, выстрелить, все хорошо. Ну, еще пару серий. И потом мои пальцы скажут, Андрей, одень уже перчатку. Вот, побереги нас маленько. Поэтому перчатка тут однозначно нужна. Дальше. Так как мы уже купили стрелы, нам надо их куда-то класть, да? Вот. Постоянно таскать или втыкать там в землю, как-то это не то. То есть понадобится калчан. Мне нравится поясной. То есть, чтобы стрелы были назад. Кроме того, они там зафиксированы так, как у меня калчан там по типу турецкого. Он плоский. Мне важно, чтобы когда я присел, стрелы не выкатились. Если мы возьмем спортивный калчан, который с трубками, да, вот, продают. Когда ты присаживаешься, стрелы просто можешь потерять где-нибудь на очередной мишени, да? Они могут выкатиться. Хорошо. Что еще? Так, я думаю, что здесь нужно обязательно прикупить, ну, воск для тетивы. Так как тетива у нас все-таки такой некий расходный материал. И чем лучше мы будем за ним ухаживать, то есть, ну, обувь же мы мажем кремом. Также здесь нужно ее смазывать, чтобы она оставалась, как можно, дольше эластичной и подольше прослужила. Он стоит не так дорого. Ну, это обязательно в сумочке надо иметь. Кроме того, что еще? Выниматель стрел. Потому что мы иногда попадаем куда-нибудь. Либо это жесткая мишень, либо, если можем смазать куда-нибудь, там, да, там попадет она во что-то твердое. И рукой вытянуть бывает просто неудобно. Либо пальцы скользят. Поэтому выниматель для стрел, ну, такая вещь очень необходимая. Вот, наверное, в принципе... А, ну, опять же, во что стрелять? Мишень какая-то. Либо это щит стационарный, либо это всевозможные кубики. Сейчас, ну, много на рынке предлагают. Изолон не говорит сейчас. Да, это может быть кубик из изолона. Это может быть резиновая 3D-мишень. Ну, если у человека на первых порах, если он все это купит и денег вдруг не хватает, он может просто взять мешок, набить старыми тряпками дома, обмотать стрейч-пленкой, скотчем и нарисовать кружочки. Тоже имеет место быть. Лучнику еще, конечно же, понадобится, наверное, чехол. Есть стандартные чехлы, так как лук разборный, к нему идут в комплекте 100% ключи, чтобы раскрутить. А дальше его таскать в коробочке, ну, как-то не то. Это постоянно его там заматывать, чтобы колотился. Есть чехлы, которые продаются, да, всевозможные. Куда складываются аккуратно плечи, рукоять, чехол тоже понадобится. Либо человек может его пошить, если умеет там или сделать под себя. Но лук-то в чем-то надо переносить. Поэтому чехол тоже рекомендуется подумать. 3D, да, вот. 3D, ну, там, в зале по таргету стрелять. Основное предназначение 3D, потому что по-сурому не пустят он составной. На спортивную не пустят у него нет прицелов и всего остального, потому что, в отличие, допустим, на эти, те же, есть рукояти у нас, которые там из алюминия, да, там у них есть. Под прицел, там, место куда закрутить, под стабилизатор. А это лук в основном для 3D, стрельбы в клубе по таргету, ну, и просто для удовольствия пострелять. Ну, и охота по перу, ты можешь с ним работать, я думаю, легко. По кому? По перу. Ну, то есть, рябчек, глухая. Ну, в принципе, в этих самых, в охотничьих целях, да, его можно использовать, соответственно, почему нет. То есть, основное предназначение это охота в зале, ну, и соревнования 3D, которые относятся, опять же, к охотничьим. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...